Как решается вопрос сведения морошаемых земель? Что надо сделать для дальнейшего развития животноводства? В Павлодарском доме дружбы состоялась областная конференция создания благоприятных условий для развития всех участников агропромышленного комплекса. В ее работе приняли участие сельхозтоваропроизводители региона. Внедрение новых технологий, увеличение объема производства сельхозпродукции и дальнейшая ее глубокая переработка, наращивание экспортного потенциала. Все эти вопросы волнуют аграриев при Итыши. По словам председателя регионального филиала Ассоциации фермеров Казахстана Ирлана Токтушакова, аграриям оказывается поддержка. Уже в начале марта более миллиарда тенге поступит нашим фермерам в виде субсидирования. Понимаете? И это, я так считаю, особенно в этот такой неблагоприятный год, я думаю, реальная поддержка. Второй момент. Хотелось бы сказать, что наши фермеры на сегодняшний день должны четко понимать, что прежде всего это бизнес. Это не какая-то благотворительная деятельность, это бизнес. Поэтому все риски, все проблемы фермер должен и обязан сам рассчитывать и рассчитывать прежде всего на себя. Почему? Потому что есть такое понимание. Предпринимательский риск. Верно же, Артем? Поэтому мы, в нашей ассоциации, мы приглашаем всех заинтересованных лиц, то есть сесть за стол переговоров, сначала договориться самим, как мы будем действовать, а потом уже дальше двигаться в конструктивном и правильном ключе. У животноводов Байнаульского района есть две основные проблемы по недофинансированию, считает директор ТО «Злотау» Байнаульского района Арман Рахмашев. Первое – несвоевременное получение субсидий. Дорогая ложка к обеду. То есть, если выделяются деньги на корма, то хотелось бы их получать своевременно, осенью. Если там мы проводим продажу племенных животных, то, соответственно, не затягивая этот процесс, не ожидая. То есть, предложение – это при распределении вот этих средств все-таки учесть интересы животноводов и с целью увеличения как раз размеров, субсидирования. То есть, мы все говорим о необходимости развития племенного животноводства, о необходимости наращивания экспортного потенциала. Но, к сожалению, на сегодняшний день животноводы испытывают сложности в этой части. Второй вопрос. Проводилась работа по увеличению поголовья, в том числе и племенного. Эта задача более или менее выполняется, но есть проблемы со сбытом. Мы вынуждены племенных животных отдавать на убой. Вот этот Хараблах знаменитый, да, то есть, приезжают с Южно-Казахстанской области и просто все поголовье за, можно сказать, дарма забирают. А в последующем мы изучили этот вопрос, там, не знаю, с наценкой 80% это все уходит в Узбекистан в конечном итоге. То есть, получается, основную прибыль получают не те, кто, собственно, занимается животноводством, кто выращивает животных, кто все риски берет на себя. Сегодня вы знаете положение дел, да, особенно с северным регионам, какая ситуация и по КРС, и по лошадям. А всю маржу получают те, кто имеют на руках бумажки квоты на, получается, экспорт этих животных. По словам Армана Рахмашева, эти квоты можно раздавать по регионам. Животноводы должны не выживать, а иметь возможность развиваться. Автоео MyAgroM занимается растиневодством. Его руководителя Дулата Бикетова беспокоит вопросы, связанные с орошением. В 2018 году хозяйство запустило такой проект на 210 гектаров. В прошлом году в тестовом режиме еще 1200. Однако без проблем не обошлось. В прошлом году с запуском был проблем, июня месяц запускали, воду дали, когда мы это все посредили в апреле месяце, к концу. И теперь, получается, водоэксплуатации нету, расчета по воде нету, мы оплатить ничего не можем. Соответственно, казахоза появился задолжен перед Паводой Энерго. Теперь не разбериха у нас, а уже скоро весна. 1200 гектаров – это, по-моему, большой объем для области тоже. У нас обязательство было перед государством приобретение все поливальные и доживальные машины, строительство овощехроничных. Это все мы сделали. Сейчас заявку подали СБК области на финансирование. Ждем финансирование, обещают в марте месяц. И овощехроничные на 8,5 тысяч тонн картофеля я водоэксплуатацию 1,5-2 месяца сделаю. Теперь, получается, вопрос с водой. Вода будет не быть, не знаем мы сейчас, казахоз, разного варианта, это вопрос до сих пор не шеет. Ну, это большой проект, который в области реализовался, строился. Вот такие трудности. И соседнее хозяйство, Майфитворд, тоже Россием Водсом занимается. И откорм площадку на 3 тысячи голов уже построили на сегодняшний день. У них тоже подразчиком является отказовый вход. Ну, вообще, проект тоже 4,5 тысячи гектаров хорошения. Точно такая же, у нас есть проблема, строительство не завершено, и водоэксплуатации нету. Соответственно, тоже режим ожидания. Вчера, когда они начали завозить 14 доживальных машин, уже контракт подписан, приобретен. Опять же, вопрос, вода будет, не будет. Ясно, со стороны казахоза нету. ТОКХ «Пахарь», которого возглавляет Олег Литвиненко, считает, что точка роста АПК региона является река Иртыш. Интенсивное орошение может дать мультипликативный эффект в развитии машиностроения и строительства. Но есть серьезная загвоздка. Назрели перемены в налогообложение сельского хозяйства. По внедрению единого аграрного налога. Это даст огромный эффект не только для сельхозтоваропроизводителей. Мы перестанем тратить деньги на администрирование налогов не только внутри хозяйства, но и это даст возможность экономии в республике в целом. Мы освободим огромное количество людей, которым не нужно будет заниматься расчетами и администрированием налогов. Один, полтора, два с половиной процента от оборота, который оказывает предприятие, в эту ставку включить все расходы и все обязательства. И этого будет достаточно. Нам, крестьянам, будет легко и просто. Не нужно будет нанимать бухгалтеров, платить им заработные платы. Хорошо говорить о крупных хозяйствах, у которых там тысячи или несколько тысяч гектаров. Но есть же, на самом деле, кто является основой сельского хозяйства и бизнеса? Средние и малые предприятия. Средние и малые предприятия, ну накладно содержать бухгалтера одному на 200 тысяч деньги в месяц. Это 2 миллиона 400 в год. Он эти 2 миллиона 400 в год потратит благополучно либо на средства защиты растений, либо на обновление семенного материала. А для того, чтобы администрировать при едином аграрном налоге, достаточно будет отдать на аутсорсинг на одного бухгалтера, несколько предприятий, которые за эти же деньги будут вести благополучно. И самый главный момент, самый главный момент, бюджет республики от этого не потеряет вообще. На совещании также обсуждались внедрение водосберегающих технологий, плодородия, почвы, кадровый вопрос на селе и так далее. Мурат Белможит, Валентина Леонова, Юрий Белевский и это Сакпарат.